Всем по-привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка! И сегодня мы с вами посмотрим новый необычный видеоролик от Маразма. Называется он ЧВК Редан. Кто такие? Ну что ж, ребят, вы сами знаете, что эта тема сейчас очень форсится в интернете, очень популярная. И все о ней говорят. Вот, и Маразм, я так понял, решил сделать об этом видеоролик. Ну что ж, давайте посмотрим. Я думаю, будет интересно, познавательно. Так что, поехали. Давай. Да-да, я, кстати, это тоже видел. Ну я так и знал то, что Маразм снимет видеоролик на эту тему. Ну типа, чтобы Маразм обошел это мимо. Но это не Маразм тогда. Ситуацию я не знаю, кто это такие. Ведь я подписан на огромное количество телеграм-каналов, а там эту новость форсили еще с самого первого дня. Но я даже подумать не мог, что эта тема уже настолько всем интересна, что каждый второй комментарий под моими роликами будет с предложением снять про... Надо почаще комменты читать. Это видео. Что ж, как говорится, просили и получайте. Началось все с того, что... Вот мне реально интересно вот мнение Маразма. Что он скажет? Так, авиапарк. В Сковском ТЦ авиапарк произошла массовая драка между какими-то челкарями-анимешниками, одетыми в черное, и четкими пацанчиками, одетыми в спортивки. Понятно, что само видео я сюда постить не могу из-за правил Ютуба, да и я... И не надо. Думаю, что вы все его уже видели. Все уже, да, посмотрели. На этой драке точно неизвестно, но вроде как, по словам самих участников, они что-то там не поделили стулья в фудкорте, потом там слово за слово начали друг друга оскорблять, ну и потом это все переросло уже в драку. Драться, видимо, решили без говна и до первой смерти. Ничего себе. Вроде бы для российских ТЦ абсолютно типичная ситуация. И уже после того, как это видео расфорсилось, в СМИ промелькнули. Так я сказал, что оно уже дошло и до Украины. О новой, что одна из групп подростков, которые участвовали в массовой потасовке, а именно те, которые были одеты в черное, это новая молодежная группировка под названием ЧВК Редан. Если вкратце, то это сообщество жидких нефоров, которые отращивают себе длинные волосы, красят их в черный, цыплят... Фига. ...бирают на себя мерч из аниме Hunter x Hunter, на котором изображен отличительный символ с пауком и цифры 4 внутри него. Даже в киаске наклейка с пауком подорожала. А название ЧВК Редан происходит от преступной организации из озвученного аниме Геней Рёдан, как-то так, не знаю, мне пофигу. И в таком виде ЧВК Редан выезжают в московские ТЦ, как они заявляют, чтобы щемить домовников, скинхедов и лиц нерусской национальности. Ведь я вообще не понимаю, в какую сторону они воюют, со скинхедами или с нерусскими. Но, как мы знаем, то, что объединяет как скинхедов, так и кавказцев, это ненависть к подобным нефорам. Поэтому нефоры, видимо, решили объединиться в группировку и дать отпор что тем, что другим. А ТЦ Авиапарк, видимо, стал настоящим бойцовским клубом, куда каждый день съезжаются челкари из новоиспечённой ЧВК и мамкины оффники, которые также объединяются в сквады, чтобы щемить уже непосредственно челкарей. Вы скажете обычное говно против мочи, будете абсолютно правы. Потому что это настолько раздутая из ничего ситуация, ведь по факту началось всё с одной единственной драки между какими-то жидкими нефорами и мамкины... Да чисто из ничего, из ничего чисто распилили такую вот тему. ...провоками. Хотя непонятно из-за чего вообще этот конфликт был, из-за каких-то там стульев. В общем, какая-то типичная бытовая ситуация. И только потом всякие зумерские помойные сетки начали форсить эту новость и рассказывать про какую-то опасную группировку, которая якобы кошмарит всех оффников и ультраправых. И что вы думаете, зумеры в эту чушь поверили и под стать своей зумерской натуре пошли искать приключения на свою задницу? И начали либо косить подредановцев и также закупать анимешный мерч и отращивать длинные волосы, либо наоборот косить подоффников и выезжать в ТЦшки, чтобы вылавливать подобных челкарей. Господи, да этот сюр даже в голове не укладывается. Да я сам в шоке. Тесак, наверное, уже в гробу перевернулся, когда узнал, что в 2022 году бритоголовые пацанчики будут на равных драться с какими-то нефрами-анимешниками. Потом сюда еще и подключились кавказцы и начали специально вылавливать челкарей из этой субкультуры, чтобы заставлять их извиниться. Где-то всплыл ролик, как кавказец выходит один на один против редановца. Ничего себе. Вы прекрасно понимаете, что такие видео я не могу показать здесь, на ютубе, так как это элементарно запрещено правилами. Но все видосы с редановцами без цензуры я находил в телеграм-канале ЧЗХ18+. У него там таких видосов просто завались. Как там этих редановцев отлавливают, заставляют извиняться. И, кстати говоря, не только с ними. В общем, ссылочка будет в описании в закрепленном комменте. Подписывайся, там очень много подобного контента. Ну, конечно, это реклама ТГ-канала была, я так понял. А спустя еще какое-то время, видимо, власти, после того, как весь этот абсурд расфорсили, все же решились взяться за новоиспеченную группировку. И возле крупных ДЦ были замечены машины с ОМОНовцами, а также начались первые задержания. В общем, больше, в принципе, никакой информации нет. Ну да, какие-то подростки начинают объединяться в субкультуры, ищут приключения на свою жопу. Все. И, как я уже и сказал, это настолько раздутая ситуация просто из ничего. Я даже скажу, как это примерно происходило. В каком-то московском ТЦ какие-то мамкины оффники посрались с анимешниками-челкарями из-за стульев, потом начали докапываться к ним из-за внешнего вида, те оказались не... Капец. Промаха и дали отпор, завязалась массовая потасовка, охранники у нас, как обычно, стоят и нихрена не делают, ведь я не понимаю, за что они-то вообще, в принципе, зарплату получают. Ну, в принципе, для российских ТЦ стандартная ситуация. И потом уже зумерские паблики начали форсить, что якобы в московских ТЦ орудует какая-то опасная преступная группировка подростков. Скажите, у нас уже жидкие нефоры, это опасная группировка, то что будет через 10 лет? Отряд боевых младенцев из 5-го Б? Какие еще нахрен ЧВК? ЧВК это, насколько всем известно, частная военная компания, и кто же этих нефоров спонсирует? Наруто? А вот это точно, идиотизм. И тут же стали появляться какие-то группы ВКонтакте под названием Redan. Какие-то каналы в Телег... Так это и в ВК, и в Телеграме, и на Ютубе это уже известно, это все. И многие уже и на аватарке начали вот этот ставить все. И все больше и больше подростков начали это форсить. А что самое обидное, что расфорсив этих карикатурных челкарей, тем самым еще и зашкварили реальный мерч из реального аниме. Хотя многие адекватные ребята, возможно, являлись фанатами Hunter x Hunter. А теперь стоит тебе отрастить волосы или надеть атрибутику с пауком, и из тебя тут же могут спросить какие-нибудь недоофники или кавказцы. А того лучше тебе еще и в автозак запихнут. Вот сейчас обращаюсь ко всем недо-субкультурам. А можете, пожалуйста, придумывать себе атрибутику самостоятельно? Ну, я там не знаю, рисовать в фотошопе, в типографию относить, а не шкварить своим существованием нормальные бренды. Как, например, в свое время всякие недоофники зашкварили Stone Island. А сейчас какие-то солевые нефоры шкварят весьма себе... Ммм, Стоник это топ. ...неплохую анимешку. И единственное, мне кажется, почему к этому нужно относиться серьезно, так это потому, что данные индивиду устраивают свои разборки именно в торговых центрах, где простые граждане проводят свой досуг. Я считаю абсолютно правильным, что правоохранительные органы задерживают как тех, так и других. Потому что, ребят, ну серьезно, если у вас шило в жопе играет, и вы хотите устраивать потасовки, координируйтесь как-нибудь в Телеграме, и устраивайте встречи где-нибудь в лесу, то есть вдали от общественных мест, где вашей физиономии не будут лицезреть простые люди, которые пришли в ТЦ отдохнуть. Шучу, не надо так делать. И тут на самом деле произошел точно такой же феномен, как и в свое время с голубым карасем, вы поняли про что я говорю? Ммм, я понял. Говорю, точно такой же феномен, как САУЕ, запрещенная в России организация, когда вначале произошла какая-то незначительная рядовая ситуация, а затем СМИ начали эту ситуацию гиперболизировать, что, мол, появилась опасная преступная группировка молодежи. И благодаря тому, что вы такому абсурду придаете какую-то серьезность, гиперболизируете проблему, эта проблема реально появляется. Как вы думаете, какой-нибудь глупый подросток, у которого играют гормоны, когда услышит, что появилась какая-то новая опасная субкультура? Что он захочет сделать? Правильно отнести себя к этой же субкультуре, чтобы... Да-да, согласен. ...про него тоже говорили. Потом еще и Мизулина по этому поводу высказалась, я это даже комментировать отказываюсь. Да, у нас еще и аниме виновата в деструктивном влиянии на молодежь. Ну, никогда ж такого не было, и вот опять. В общем, Мизулина, как обычно, в своем репертуаре. Мне интересно, я вот сейчас Атаку Титанов смотрю, а когда я досмотрю, я что, выйду на улицу и буду всех высоких людей топором по затылку херачить? Ну да, конечно, в этом виноваты ничуть не зумерские паблики, которые начали рассказывать о какой-то новой серьезной группировке, в последствии чего зумерки захотели статью частью, а также ничуть не родители, которые не следят за своими детьми и те страдают всякой херней. А так да, ну аниме виноваты, ребят, ну деструктивное влияние несет. То есть не конкретные дебилы из фанатов данного аниме, а вот само аниме. В общем, ребят, ничего серьезного тут нет. Обычные карикатурные челкари ищут приключения на свою задницу и относят себя к какой-то опасной субкультуре, которая якобы представляет кому-то угрозу. Сейчас их менты покрутят, парочки самых буйных кое-что кое в какое место запихнут, и все это движение утихнет. И ни в коем случае как-то серьезно к этому относиться не стоит. А вот к чему действительно стоит отнестись серьезно, это к новому ролику нашего хорошего друга Мишани Громова, который... Ну, надо будет посмотреть. Я снял офигенно качественный образовательный видос про рынок криптовалюты. Почему крипта обваливается и что ее ждет в будущем? Видос получился офигенным, с грамотной подачей, хорошим монтажом и лучше потратить время на него. Ссылочка будет также в описании, но и в углу будет подсказочка. На этом у меня все. Сегодняшний видос в принципе ни о чем. Просто грех не хайпануть на какой-то очередной зумерской херне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольце. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика от Маразма. В принципе, видеоролик был информативный, интересный, мне очень понравилось. Пишите каждый свое мнение в комментарии насчет моей реакции и, естественно, мнения насчет данного видеоролика от Маразма. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А с вами, как всегда, был Сладкоежка. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока. Продолжение следует...